Я не занимаюсь политикой и не ищу в ней ни радости, ни выгоды. Во-вторых, о том, что я был четырежды депутатом Государственной Думы, я уже забыл давно. И вообще все то, что было до войны, никакой особой роли не играет. У нас у всех биография и реальная, настоящая жизнь началась 24 февраля 2022 года, когда стало понятно, кто мы и что мы собой представляем. И вот с этого дня, именно с этого ведется, например, отсчет моей вот реальной новой биографии, как у очень многих людей в России. В Украине очень многие относятся к внутрироссийским делам с понятной брезгливостью, с совершенно естественным омерзением. Но, братцы, поймите, эти внутрироссийские дела для вас, скажем так, имеют тоже принципиально важнейшее значение, потому что чем круче и гаже заваривается внутрироссийская каша, тем быстрее рухнет и российский фронт, тем быстрее опустошаться все хранилища злобы, всех генераторы мерзости и агрессии. Да, вы же понимаете, что все равно Россия внешними воздействиями очень сложно остановим. У нас тут все равно, ну не объехать нам ни на какой кривой, а все равно у нас прелестная и важная для вас история. Объявлен в розыск голос продюсера Иосифа Пригожина. Этот голос, мало того, что он сбежал, он и вступает в интернете в разговоры со знакомыми и незнакомыми людьми. Выяснилось, что это голос русофоб, это голос иноагент, это голос предатель Родины и президента. Голос должен быть по крайней мере посажен на 10 лет строгого режима в колонии по всей полноте 207 статьи. Они долго исповедуются в лютой ненависти к Путину, в лютой ненависти к войне. Причем надо сказать, что эта лютая ненависть к войне, она такая паразитическая, она тоже мерзкая, как ни странно ненависть, потому что если бы все шло хорошо, если бы оккупация была бы успешной, им бы война нравилась. Им не нравится, что не получается. Им не нравится, что у них уходит война, что у них уходит земля из-под ног. Им не нравится, что они в говне. Им не нравится, что разбиты все мифы об их возможности. Вот что им не нравится. Не будем здесь ни малейшим образом идеализировать этих персонажей. Что касается разговоров о том, подлинная это запись или нет, но вы знаете, что эту запись делали не украинцы, не украинская разведка. Ее делала не ФСБ, ее делала разведка третьей страны, которая слушала не Пригожина, а слушала его собеседника. Поймите, да, вот все вот эти его смешные оправдания, вот эта вся потеха про какие-то нейросети, это абсолютная глупость, потому что Пригожин абсолютно копеечный, ничтожный персонаж. Ну кто он такой, да? Если подделывать чей-то голос какого-нибудь Пригожина, то точно не Оси Пригожина, а второго Пригожина, который более значительная фигура. А он муж какой-то престарелой певички каких-то очередных поющих мощей. И калибр болтуна делает такую подделку нерентабельной. Но поймите, там действительно невозможно подделать, потому что помимо там подделки голоса, есть еще и драматургия разговора, есть интонации логические и алогические перескоки, все то, что является составной частью живой и неподделываемой речи, никакая нейросеть на это не способна. Есть то, что мы замечаем, очень скверное владение русским языком, они оба очень плохо говорят по-русски, причем для второго собеседника это вроде бы было оправданно и объяснимо, просто в силу его другой этнической принадлежности. Но Пригожин говорит еще хуже, чем Ахметов. Потом мы знаем, что нейросети абсолютно бессильны в работе с матом. Они никогда, делалось уже там 25 тысяч экспериментов, никогда нейросеть не расставляла мат правильно. Она всегда цеплялась первой буквой матерного слова за ближайшую букву, логичную букву, скажем так, речи. Прежде чем такой разговор создать, какой-то драматург, какой-то сценарист должен его написать. А тот, кто слышал этот разговор, понимает, что перед ним подлинность для воссоздания, которой требуется, ну не знаю, Генри Крипсон, Островский. То есть мы понимаем, что это все абсолютно подлинное. Мы понимаем, что вот эта вот элита, причем оба собеседника к элите крупнокалиберной не относятся, но они в курсе всего и они великолепно транслируют настроение, которое сейчас рвут изнутри путинизм. Там есть несколько маньяков, там есть несколько откровенных таких, я бы сказал, олигофренов, которые одержимы державным бредом, одержимы вот этим расизмом, русским расизмом. Но 99% это абсолютные лицемеры, которые уже возненавидели этот режим изнутри. И изнутри своей ненавистью, своей злобой, своим саботажем они, конечно, тоже его растворяют как кислотой. Вот эта вся пригожинская история, по моему мнению, абсолютно подлинная, по моему мнению, великолепно иллюстрирующая настроение внутренних органов путинизма. Вот сейчас Украина узнала, что нет никакой монолитности, что эта внутренность сгнила и смертельно больна, что все проедено и проточено, и единственной, вероятно, референтной группой Путина является, ну, миллионов сто, совершенно деинтеллектуализированного, очень примитивного, спитого и очень тупого народа, который в течение двух или трех часов легко меняет свою точку зрения на любые события. Я был просто свидетелем того, как они во времена референдума за сохранение Союза, чуть ли не 88%, и трясли кулаками и партийными билетами в течение двух часов. От них не осталось даже следа. Человек может привыкнуть к вони. Он может привыкнуть к любой вони, потому что запаховые рецепторы и мозг довольно легко адаптируются и перестают обращать внимание на резкие раздражители. Но есть запредельная степень вони, когда количество микрочастиц детритных, гнилостных, индола, скатола начинают превышать уже нормы, и тогда возникает удушье. То есть вот то, что происходит в России сейчас, это уже атмосфера, которая не может дышать, даже вот эти вот твари олигархические, даже вот эти вот хитрые и прожженные омерзительные подонки, которыми представлен путинский мир и его окружение. Он даже для своих людей создал атмосферу невыносимой токсичности, и они искренне пытаются от него бежать, они искренне будут ему мстить, они искренне будут делать все, чтобы на шее путинизма затянулась бы петля. И поэтому, вероятно, ими надо уметь пользоваться. Я понимаю, что сейчас Украине немножечко не до того, чтобы вот так каждый сорт кала сортировать, высушивать и подвергать его химическим анализам. Я понимаю, что все отвергаются чохам, но, братцы, поверьте, тут есть что ловить, и ненависть этих людей, и мстительность этих людей. К сожалению, эти люди практически все тоже абсолютно неинтеллектуальны. То есть мы видим, что людишки-то дерьмо на самом деле, но, тем не менее, мы понимаем, что те, для кого они являются авторитетом, те, на чьих плечах они сидят, дерьмо не меньше, следовательно, надо пользоваться. Поэтому вот так чохом всех не отгребайте. Но надо сказать, что среди русских олигархов есть пара приличных очень людей, и сильных, и пригодных. Я не буду их называть, потому что я, не забывайте, я беглый каторжник, я осужден по одной из самых страшных политических статей, и моя симпатия к человеку в России может для этого человека быть приговором. Но поверьте, в администрации президента Зеленского эти фамилии знают. Я имею сейчас украинское гражданство. Я его воспринимаю как орден. Я понимаю, что Украина никогда меня не примет как своего. Я понимаю, что это очень условная для всех вещь. Я понимаю, что на время войны, как очень мощная информационная сила, как сила, более того, понятная в России, потому что в России царствует дегенеративное российское презрение к украинским СМИ, которое было еще, ну, скажем так, появилось еще при советской власти. Мы помним, да, вот этот все равно подложенный под все всегда великодержавный русский шовинизм, который всегда все то, что относилось не к России, объявлял второсорком. То есть я прекрасно понимаю, зачем мне этот паспорт дали. Я им горжусь, потому что, помимо всего прочего, я в украинцах ценю немыслимую храбрость. И вот именно эта немыслимая храбрость, она, которая была внезапной, неожиданной, которая была, ну, не для всех. Я-то видел, как воюют у Наунсо в Чечне, и мне уже тогда стало все понятно. Я тогда удивился тому, сколь скрупулезно и с какой предельной умной жестокостью украинцы убивают всех, кого ездят. Это здесь они превосходят даже чеченцев и делают это поразительно, конечно. Совершенно мне стало понятно, кто в реальности выигрывал Вторую мировую со стороны сталинских войск, что это были украинские фронты. У меня много чего стало понятно. Но для меня этот паспорт, это такая, скажем так, звезда на мундир. Я ею горжусь, но я понимаю, что я Украине нужен только на время войны. Но я не знаю, я дал обещание на очень высоком уровне никогда не лезть во внутренние украинские дела, потому что известны мои повадки, манеры. И это, честное слово, с меня было взято, и я его предполагаю сдержать. Имея самый большой, вероятно, самый влиятельный Селеграм-канал из всех русских оппозиционных каналов, свободных, скажем так, каналов, то, что я не оппозиционер. Оппозиционер – это политика, я занимаюсь своей профессией. Я вынужден, вот как Атлант, держать этот канал постоянно на плечах. И поэтому обречен знакомиться с наиболее яркими проявлениями маразма российского телевидения. Я, в отличие от вас, не вижу там разноголосицы. Я только понимаю, что ведь в России очень своеобразный фашизм, мы о нем сейчас с вами еще поговорим. Но вот единственным управляющим органом все равно является АПшка, то есть администрация президента. Она непомерно раздута. Там огромное количество людей, которые предполагают себя креативщиками, изобретателями новых стилей, новых форм, новых способов пропаганды. И, разумеется, они все имеют своих любимцев. Разумеется, до одних пропагандистов это доходит быстрее, до других медленнее. Но вообще там нету разнобоя. У них все равно идет основной генеральной линии расизм, война и безжалостность, готовность к уничтожению мира, готовность умереть. Причем, действительно, это все как сборище, знаете, там старых импотентов, у которых все равно все уже давно лиловенькое, висит без движения. Они планируют, как они вот сейчас тут перетрахают, изнасилуют вообще весь мир вокруг, при этом как бы не стесняются показывать это свое висящее дрябло-лиловое хозяйство. То есть мы понимаем, что сейчас пропаганда в очень тяжелых условиях работает российская. У нее кончились все абсолютно идеологические, у нее кончилось идеологическое горючее. Они уже, если и летят, то абсолютно по инерции, пользуясь такой интеллектуальной безвоздушностью российского пространства, потому что если бы возникало бы какое-то трение о реальное общественное мнение, о реальный общественный интеллект, они, конечно, бы уже давно грохнулись. Но вот они пока по инерции продолжают свое движение. Особых, особых изменений я там не вижу. Это же на то и лакеи эфира, чтобы четко угадывать, четко слышать указания Барина и следовать им мгновенно. Ведь мы знаем, да, и не будем сейчас, наверное, уже утомлять и вашего просвещенного зрителя, и моего зрителя, который тоже, поверьте, уже сильно не первый день в эфире и знает все нюансы войны, и может рассказать вам все про освобождение Изюма и о количестве жертв Буча. Они знают все. И поскольку у этой войны не было реальной цели, у этой войны вот был тот самый державный приопизм, вот этот вот державный зуд, державный приопизм, который в какую-то минуту опять, опять повторился в России, хотя это традиционное для нее состояние, вот она побежала, значит, насиловать своих ближайших соседей, потому что не могла с собой справиться. Никто не может придумать смысл этой войны. Никто не может ее оправдать и объяснить. Никому не может. Не может даже внутреннему пользователю. Внутренний пользователь так легко заглатывает радость, наживку радости и счастья, только потому, что он вообще надрессирован на крайне злобное, агрессивное и расистское поведение. И когда показывали, пытались донести до этого народа происшедшее в Буче или происшедшее в Изюме, в Краматорске, думали, что сейчас вот-то они зарыдают и раскаются. Ничего подобного. То, что они видели, доставляло им огромное наслаждение и гордость за свою страну. Никто не сомневался в том, что это делали путинские орки. Никто не сомневался в том, что это делали зейки, мобики. Я просто, как вы заметили, да, я слово солдаты не употребляю в отношении путинской орды. Это все-таки очень высокое слово, которого они недостойны. И когда все рухнет, когда они обожгутся, а самое страшное для себя, они обожгутся о разваленной, раскаленной, разваленной мифов о своей стране, о ее силе, о ее армии, о ее разведке, о ее правосудии, вот тогда они будут на протяжении, может быть, десятилетия очень тщательно каяться и очень тщательно оплакивать, скажем так, свое поведение. Но это ничего не значит, дорогие мои. Это ничего не значит, это не значит, что это спасет, скажем так, мир от следующего приступа российской агрессии. Вот эта война, которая творится перед нашими глазами, это же первый кусок русской истории, первый кусок, который мы видим без фильтров, без лака, без грима. мы видим живой кусок истории, который не прошел обработку пропаганды, литературы, культуры, музыкой. Мы видим русских такими, как они есть. Мы впервые можем, благодаря интернету, благодаря работе, СМИ и абсолютной трезвости сегодняшнего дня, мы абсолютно вправе предположить, что, вероятно, чудо-богатыри альпийского перехода Суворовского, и гренадеры Бородино, и солдаты сталинской армии времен Второй мировой войны, они все были абсолютно такими же, что просто мы имеем дело не с реальной историей, не с фактами, не с фактурой, а мы имеем дело с необычайно отлакированными, отредактированными, обточенными, могучими резцами пропаганды, персонажами. А вот она, пожалуйста, вот она, русская армия, какая она. Мы все это увидели, мы узнали правду о России, я не случайно говорю, что на украинской войне погиб и солдат Второй мировой, и первым закопали Василия Теркина. И вообще, если мы будем сравнивать Путина и Гитлера, то все сравнения будут не в пользу Путина, конечно. Гитлер в ситуации, в которой оказался сейчас Путин, который провозгласил себя грозой вселенной, обладателем немыслимых мощностей, существом, который с легкостью перекусит горло любому соседу, Путин, забуксовавший на год, Путин, разбивающий остатки своей жалкой армии, а малюсенький, героический, но малюсенький Бахмут. И не забываем, да, что Гитлер все-таки, да, и вот Гитлер, наверное, в путинской ситуации от стыда уже 15 раз бы покончил с собой. потому что Путин это ведь такой царь абсолютного блефа. И сам-то он может быть и живет в мире этих фиолетовых говорящих грибов, но его окружение это видит. Это не видит деинтеллектуализированный народ, потому что там действительно идет просто заполнение внутри черепных ямкостей содержанием из телевизора. Это работает недолго, это нужно все время освежать, поэтому пропаганда безостановочна и идет по нарастающей, но всем же понятно, что игра проиграна. Гитлер все-таки был солдатом. Гитлер был солдатом, то есть он был частью огромной качественной военной машины вермахта, он пережил страшные дни на фронте, он ослепший полз до своего воинского расположения, ослепший от Иприта. У них с Путиным абсолютно разное отношение со смертью, разное отношение к смерти и разное отношение со смертью. Для Путина смерть это домработница, а для Гитлера смерть была сакральной и страшной богиней скандинавского пантеона. Это абсолютно разные существа. Вообще вот эти взаимоотношения со смертью это тест для всех этих спятивших диктаторов. Не надо думать, что Гитлер был гнеды и нечистил, но я говорю, что действительно он в этом сравнении выигрывает все равно у Путина. А Путин часть другого аппарата насилия, не вермахта, не воинского аппарата, аппарата насилия, который на силу ему всегда обеспечивал максимальной муки и ломку судьбы, а насилователю всегда гарантировал безнаказанность. И Путин именно с этой позиции своей безнаказанности, своего чекистского права решать одну судьбу, две судьбы, сто судеб, миллион судеб, он и действует. Ну и плюс, конечно, вот это его сектанство, этот вот русский расизм, которым он действительно одержим просто по причине своей крайне низкой интеллектуальности. Но вообще мы здесь обязаны были бы поговорить о том, насколько различаются или не различаются германский фашизм и сегодняшний путинский фашизм. Есть понятие русский, есть понятие русскость, и нет никакого смысла от него отказываться. в слове расизм есть такая трусоватость, есть потребность спрятаться, оставить это вот понятие русский в какой-то неприкосновенности, не измазывать его гноем, дерьмом и кровью этой реальности, но ведь они сами проповедуют, пропагандируют это слово, они сами орут песни с текстом я русский, они сами заставляют эти песни петь татарских, башкирских, удмуртских, тувинских, дагестанских детей в школах и вскидывать, зиговать в этот момент руками. Они сами настаивают на этом, и идеологи их, такие как Дугин и Проханов, настаивают на этом. Нет, давайте наберемся здесь смелости и будем называть вещи своими именами, будем называть все те чудовищные проявления, с которыми мы имеем сейчас дело, будем называть это русскими проявлениями, не подменять их кличками типа фашизм. Германский фашизм, он был из стали и никеля, а русский фашизм из говна и палок. От этого он не перестает быть фашизмом и не становится в меньшей степени фашизмом, чем германский. Но обратите внимание, вот там этот смешной дурачок Медведев, которого сейчас раздувают в такую политическую величину через какую-то особую кремлевскую соломинку, ему в задницу дует большая команда политологов из администрации президента, и вот он, собрав директоров ВПК, он зачитывает им письмо Сталина, который грозится немедленно расправиться со всеми, кто не будет выполнять оборонный заказ. И это, конечно, жалкая дерьмовая пародия, потому что фашизм Сталина, он был обеспечен, он был обеспечен дисциплиной, он был обеспечен такой же дисциплиной, как и фашизм Гитлера. Может, понимаем, что вот здесь, на этих территориях, это была война двух фашизмов, да? Но тогда действительно директора, который повел себя не так, быстренько уволакивали в сортир и тут же у Писсуара могли прикончить из маузеров без всяких глися последствий. А надуваемый через соломинку Медведев, он не может обеспечить свой грозный тон, своей декларации. То есть мы видим фашизм действительно, он искренний у них, он действительно с позиции расизма, он действительно с позиции предельной жестокостью, но он не обеспечен той дисциплиной, той промышленностью, той идеологией, которая была у германского фашизма. У Путина действительно вполне может быть сдвиг по этому поводу, а вот это его конспирология, это его обращенность к истории, он не понимает, что он имеет дело не с реальными фактами, что реальные факты не существуют, что реальные факты покрыты отложениями сотен историков, тысяч пропагандистов. Мы никогда не получим из истории натуральный продукт. Натуральный продукт мы видим сейчас, мы видим в интернете, мы видим этот натуральный продукт, сделанный из украинских дронов, которые потрясающие виртуозные скиды совершают в русской ококе. Мы видим в тех пленках с передовой, с тех видеозаписей из-под Бахмута и Углидара, мы видим реальную войну, мы эту реальную войну сегодня можем прочесть в протоколах гагских следователей, итальянских следователей, которые повсюду на освобожденных территориях Украины работают. И вот по горячим следам они предлагают нам документальные свидетельства, еще ничем не замутненные, еще не троганные никакими мать его историками или пропагандистами, мы видим эту плоть войны, мы видим эту плоть истории. Путин не понимает, когда он читает Карамзина, Иловайского или Бантышкаминского, он не понимает, что он имеет дело не с историческими фактами, а с фантазиями пропагандистов того времени. Поэтому я подозреваю, но он как бы слабоумный действительно, в необидном смысле этого слова, потому что слабоумие это добровольный выбор человека, никто же не запрещает дойти до библиотеки и прочесть пару книж. Вполне возможно, что он будет описан так, как он того заслуживает, а все то, чем он может быть характеризован, великолепно компонуется и прессуется в одно коротенькое слово фуэлло, да, и мы это слово знаем. Что это действительно самый неудачливый, самый бездарный, самый нелепый из всех правителей России, который не дал этой стране умереть своей смертью, а угробил ее, но в силу того, что он не умеет предвидеть последствия своих действий. У него просто вот этого не дано, он обязан это вроде бы делать, как руководитель страны, но он не умеет просчитывать последствия своих поступков, неважно по какой причине, ввели в заблуждение, плохая разведка, дерьмовая пресса, идиоты, пропагандоны, неважно, лгун, медведчук, неважно по какой причине, он обязан, он обязан принять правильное решение, мы знаем, что он принял неправильное решение, которое ввергло в неизбывную беду его страну, и стоило жизни сотням тысяч людей, прекрасных людей, я имею ввиду с украинской стороны, потому что подохших мобиков, и зэков, для меня они не солдаты, не войны, для меня они все преступники, и соучастники преступления, если германский фашизм Гитлера был автомобилем, то фашизм Путина это телега на деревянных колесах, в которой сидит толпа таких же злобных предателей, типа там вот значит тех ребят, которые беседовали по телефону и исповедовались в ненависти к Путину, хотя публично они говорят совершенно другое, мы все из питерской подворотни, Питер породил такое количество чудовищ, такое количество отпетых, омерзительных негодяев, как больше не породил ни один город, я ведь такой только сегодня, только пока война не кончилась, как только война кончится, я вернусь обратно в свою привычную для меня роль наемника и мерзавца, это сейчас, скажем так, я другой, но я надеюсь, что когда все завершится, я снова стану питерским упырем, умертвием, как мы все, хотя у меня порваны связи, и внешние, и внутренние связи, порваны и с Питером, и Россией, и я себя абсолютно не воспринимаю, как россиянина, я с огромным удовольствием бы лишился российского гражданства, если бы не был осужден, по 207 статье, к сожалению, вот эта вот юридическая заковыка мешает мне освободиться от российского гражданства, 207 статья, она наказывает за любую правду о войне, в частности, я попал под эту статью за Бучу и за Мариуполь, за Мариупольский роддом, немедленно было возбуждено дело, я был объявлен в розыск, все было в России арестовано у меня, все, я был, как вы помните, довольно преуспевающим, скажем так, человеком, очень сильной и очень большой фигурой, и не только на медийном поле, но я сознательно как бы в какую-то минуту, когда вот пришла секунда выбирать сторону, я, как вы помните, не колебался ни одной секунды, более того, я эту сторону выбрал еще до начала войны и предупреждал, что эта война будет смертельной для России в первую очередь, и что у нее не останется шанса на существование. Ну, от этого несет вот тем самым русским фашизмом из говна и палок, потому что более шизофренического заявления о возможности создать хранилище для тактического ядерного оружия к первому июня или июля или даже августа, ничего глупее сказать Путин не мог. надо понимать, что такое ядерное оружие. Надо понимать, что хранение ядерного оружия это наукоемкая, сложнейшая конструкция, это сложнейшее производство, требующее работы коллективов физиков-ядерщиков, требующих специальной, сверхточной, безумно дорогой и сложной диагностической аппаратуры, потому что ядерное оружие, в отличие от даже стандартных, тротиловых, миллимитовых, ледитовых, каких угодно снарядов, ядерное оружие это живое оружие, в котором жизнь, в котором сложнейшие процессы распада, синтеза, температурных нюансов особого совершенно квантового и нейтронного порядка происходит ежесекундно. Это нельзя как сигары или как стулья где-то складировать ядерное оружие в очередном... Какие там схроны? Там в коровнике разместят, и этот коровник в лучшем случае накроют бетоном, украв при этом половину бетона. Это будет либо коровник, либо будет картофелехранилище. Это опять фашизм, но уже не только из говнопалок, но еще и из гнилого картофеля. То есть мы видим, что и это тоже фиг, и это тоже бред, что невозможно полноценное хранение ядерного оружия без серьезных конструкций, которые обеспечат его боеспособность. Это значливо у них действительно их ядерное оружие, о котором они говорят, уже давно не боеспособно. Они не проводили никаких испытаний с 89-го года. а боеспособность ядерного оружия необходимо проверять каждые 18 лет, потому что грубо говоря, гарантийный срок работы атомной бомбы это 18 лет. И поддержка их в боеспособном состоянии это дикое, сложное, наукоемкое, невероятная процедура. Поэтому я подозреваю, что это все опять вот тот же самый безответственный буфонный блефующий бред. Я не говорю, что его неспособность нажать кнопку блеф. Возможно, он нажмет, но возможно, что эта кнопка не отзовется и насколько я знаю, в российском руководстве есть сильные подозрения, что дело обстоит именно так. А Запад вероятно уже излишне оптимистично предполагает, что так надо понимать, что все-таки ядерное оружие это оружие, которое способно на сюрпризы и даже попытка его привести в элементарное как бы некое действие даже на земле на месте вполне может вызвать череду катастроф, которая так или иначе заразит и поразит соседние территории. Если вот вся эта пакость, которая не способна лететь или не может быть употреблена в стандартном смысле этого слова начнет рваться при запусках, никому от этого легче не будет, в том числе и Украине, которая получит массу зараженных территорий. В России нет такого общества, которое могло бы остановить войну. То есть оно не может остановить войну сознательно именно как войну, как мерзость, как несправедливость, как преступление. Она не воспринимает, вот российская публика не воспринимает происходящее как преступление и как самый дикий и приговаривающий Россию к небытию политическому, географическому. Я не хочу этого, я не свои желания высказываю, я в данном случае исследователь и журналист. Я говорю про то, что я не вижу для России никакой возможности существовать в будущем просто потому, что есть преступление, оно совершено и за него надо будет отвечать, хочет того Россия или нет. Они люди, которые остались сейчас в России и которые благополучно ходят по московским ресторанам, по презентациям, пытаются изображать идеальную жизнь с неизменившимся курсом рубля, поверьте мне, это все равно люди, которые сейчас таскают в себе жуткий страх и жуткое понимание, что все идет к черту. Потому что помимо них, помимо этих двух парадных вывесок в виде Москвы и Петербурга, может быть, еще и Екатеринбурга и пара городов, существует та самая глубинная нищая неолитическая, скажем так, или даже палеолитическая Россия, которая первая принимает на себя удар возрастающей нищетой, которая первая принимает на себя удар реальным ухудшением жизни у этих людей, которые ничем не хуже, чем те, которые живут в столицах исчезают последние возможности подсесть в какой-нибудь социальный лифт, выбраться из вот этого заколдованного круга алкоголизированной, безработной, грязной тупости, в которой они находятся и прозябают. Но вот все эти люди, которые сейчас в столицах, это очень небольшое количество, изображают из себя, именно изображают, потому что война живет в мозгах каждого у них тоже. В беседах с вами они будут хорохориться, фанфоронить и делать вид, что эта война не является событием их личной жизни. Но не забывайте, что они же что-то где-то когда-то читали, они понимают, что расплаты всегда неизбежны, и что все те люди, которые остались, все те люди, которые принимали участие в вроде бы такой вот невинной, гламурной, спокойной жизни, они тоже будут объявлены виноватыми, потому что Россия, если она уцелеет хоть в каком-то виде, она же будет искать виноватых внутри себя с тем же бешенством и остервенением, с которым она искала врага Украине. Ну, во-первых, завершение страшной войны не будет завершением трагедии, кошмаров. Эта война это всего лишь первый акт, скажем так, тех бедствий, которые неминуемо должны произойти, потому что ведь вы же прекрасно понимаете, что даже полная военная стратегическая победа с вытеснением России со всех, абсолютно со всех захваченных, оккупированных, сворованных территорий это к сожалению не победа. Победа это другое. Победа это ликвидация России как агрессора, а Россия это только агрессор. У нее нет другой исторической роли, у нее нет другого предназначения, у нее нет никаких других умений, у нее нет никакой другой исторической роли. лишив ее возможности быть агрессором, завоевывать, топить, геноцидировать, депортировать, сжечь, насиловать, вы лишите ее смысла существования.